Боя еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но видел человека с коротеньким ружьем, обвел приветливым, быстрым взглядом, мыс острого с бедной заполярной растительностью, небо селенького кок и стены лесов за Енисеем, всегда заманчив, наполненных тишиной и тайнами, которые Боя так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскурил, сипло и по-человечески с кормом вздохнув, умер, ровно божалея или суждая кого.